Итак, мы начинаем с вами практическое занятие. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна n. Цифры пишите без пробелов и запятых. Читаем предложение, думаем, где одна n будет. Подумали. И выбираем. Комментарий будет такой. Краткое причастие, поэтому пишется с одной n. Мощеное чем? Плиткой. Есть зависимое слово, поэтому пишем мы здесь две n. И следующее слово у нас выбелено. Краткое причастие, поэтому с одной n пишем. Итак, мы с вами будем выполнять несколько заданий. Укажите все цифры. Здесь уже мы, видите, две n должны найти. На автопортрете художник изображен в изысканном плаще, лицо спокойно и уверенно, усы и бородка тщательно причесаны. Думаем. Хорошо. Посмотрим ответ. Комментарий. Здесь, значит, изысканном пишем две n. Уверенно две n в наречиях на о-е столько же n, сколько и в исходном прилагательном. То есть мы наречие берем и превращаем в имя прилагательное. Помните это правило. И сколько n у имени прилагательного, столько же n мы пишем и у наречий. И у нас следующее. Уверенный, это имя прилагательное с суффиксом n, поэтому пишем с двумя n. Причесаны, причёсаны краткое причастие, краткое причастие всегда с одной n. Следующее задание. Подумали, прочитали внимательно. Где будет стоять две n? В творчестве Сальвадор Дали был неутомимым искателем, ненавидевшим обыденность и создававшим обновлённые образы и неожиданные композиции. Подумали, решили, хорошо. Смотрим. Обыденность пишется с двумя n. Обновлённый с двумя n, потому что это полное причастие с приставкой. Обыденность, это у нас существительное. Неожиданность, неожиданные, прилагательные. Запомни прилагательные с приставкой не. Невиданный, неведанный, негаданный, нежданный, нежеланный, неожиданный, неслыханный. Следующее, четвёртое предложение. Здесь мы должны уже найти с одной буквой n. До наших дней в архивах сохранились счета, предъявленные художнику за доставленные ему масляные краски. Думаем. Вспоминаем правила. Часть речи определяем. Хорошо. Смотрим. Ответ. Правильно ли вы ответили? Предъявленные кому художнику есть зависимое слово. Две n пишем. Доставленные кому ему тоже есть зависимое слово. Масляные, прилагательные от слова масло. И, соответственно, мы пишем здесь одну n. Таким образом, если будем делать несколько, много, чем больше, много заданий, тем лучше. Укажите все цифры, на месте которых пишется две n. Итак, читаем предложение, даю время на то, чтобы вы подумали, рассуждаем. Хорошо. Ответ посмотрим. Женственности с двумя n. Здесь традиционно краткая прилагательная сохраняет форму написания полного. Традиционная. Суффикс он. Здесь суффикс иен. Она выразилась в работах славянофилов, была развита в концепциях философов серебряного. Суффикс ян у имени прилагательного. С одной n пишется. Смотрим следующее предложение. Думаем. Какой будет ответ? Итак. Длинный. Прилагательное. Длин корень. Корень заканчивается н, поэтому прибавляется суффикс н. Итого здесь в этом слове две n. Невиданных. Слово нужно запомнить. Старинных. Старин. Корень заканчивается на н, прибавляется суффикс н. Развешенных при части с приставкой. Ну и по некрашенным пишется с одной здесь. Развешенных две n, потому что при части с приставкой. Еще раз. Здесь приставка не меняет написание, поэтому пишется с одной n. Следующее предложение это седьмое. Смотрим, думаем. Две n. Где мы поставим? Утренним, каменной, ветряными. Вариант какой будет? Подумали. Написали ответ. Утренним пишется с двумя n, прилагательное с суффиксом ен. Каменной тоже у нас прилагательная основа на н, поэтому прибавляется суффикс н. Ветряными пишем одно n, потому что это слово-исключение. Помните, да? Хорошо. Вот это предложение посмотрим. Две n. Гиднущий сад и несостоявшаяся, даже незамеченная любовь, две внутренне связанные темы, придают пьесе Антона Павловича Чехова грустно-поэтический характер. Думаем. Здесь, здесь или здесь? Ответ написали. Итак, комментарий какой будет? Незамеченная любовь. С двумя n пишется. Две внутренние пишется тоже с двумя n. Так, связанные пишем с двумя. Итого ответ один, два, три. Десятое предложение. Думаем. Две n. Согласно замыслу, Николай Васильевич Гоголь собирался провести Чичикова через искушение с собственничеством, через жизненную грязь и мерзость к нравственному возрождению. Две n. Вот здесь или здесь? Либо третий вариант. Или все варианты? Укажете. Две n. Итак, смотрим ответ. Собственничеством две n. Жизненную две n. Нравственному две n. Итак, мы с вами завершаем практическую часть. И у нас остается напоследок пожелание для вас. Уважаемые выпускники, вы не бойтесь экзаменов. Если вы будете готовиться к ним, тренажеров много в интернете, в интернете, вы тогда спокойно сдадите. Самое главное – это подготовиться. В интернете очень много материала. Готовьтесь, не волнуйтесь, не переживайте. Теория полностью все есть. Даже есть видеоуроки. Можете зайти, набрать в интернете, и все вы найдете. Желаю вам всем удачи. Не допускайте ошибок. Субтитры создавал DimaTorzok